Европейский тур премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля начался с визита в Берлин. Там он встретился с президентом Германии Штайнмайером и канцлером Шольцем. Одна из главных тем переговоров – финансовая и военная поддержка Украины. По мнению Дениса Шмыгаля, нынешний этап войны требует больших поставок наступательного вооружения Киеву. У нас есть общее видение необходимости наращивания поставок артиллерийских систем и систем противовоздушной обороны. Прежде всего, увеличивать те виды тяжелого вооружения, которые уже были поставлены или будут поставлены в ближайшее время. РСЗО «Марс-2», САО «Панцергаубиц-2000», ПВО «Ирис-Т» и зенитной установки «Гепард». В то же время говорили и о возможных поставках новой номенклатуры, в частности, немецких танков. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, и заявление на официальном правительственном портале. На следующий день в Брюсселе глава украинского правительства провел ряд встреч с европейскими топ-чиновниками. В центре обсуждения – преодоление энергетического кризиса, спровоцированного Москвой. Так, на встрече с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевковичем, Шмыгаль предложил ускорить интеграцию Киева в энергосеть ЕС. По мнению премьер-министра, за счет самых больших газовых хранилищ на континенте, Украина могла бы стать своего рода европейским газовым сейфом. Также Денис Шмыгаль предложил увеличить объемы экспорта украинской электроэнергии в ЕС. «Экспорт электроэнергии из Украины в европейские страны может заменить значительной объемой импорта газа из России. Сейчас торговая мощность составляет 300 мегаватт, тогда как потенциал нашего экспорта – до 2000 мегаватт. Рассчитываем на увеличение объемов поставок электроэнергии и будем благодарны за поддержку Еврокомиссии». Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, заявление на официальном правительственном портале. Еще одной важной темой визита стал гуманитарный кризис, спровоцированный российским вторжением. Во время встречи с европейскими депутатами, главы фракции и лично президент Европарламента заявили, что Украина и украинцы постоянно находятся в фокусе внимания. Премьер-министр высказал надежду на то, что Европарламент поспособствует ускорению переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС. Путин хотел оккупировать, разрушить Украину и колонизировать Украину. Вместо того, он двигает Украину ближе к Европейскому Союзу. Также он усиливает нашу решимость помочь отстроить Украину, прекрасную, демократическую, независимую Украину, как неотъемлемую часть европейской семьи. Путин имел намерения совершенно противоположные, но никогда не думал, что получит такой результат после шести месяцев войны, когда Украина наиболее приблизилась к Европейскому Союзу. Брюссель заявил о поддержке идеи создания специального трибунала над российскими военными преступниками. Уверяю вас, Европарламент не станет закрывать глаза на все эти ужасы, направленные против вашей страны и народа. Мы будем поддерживать наших украинских друзей и во что бы то ни стало добьемся привлечения к ответственности всех преступников. Мы поддерживаем создание специального военного трибунала для Путина, Лукашенко, российских военных и политических лидеров, командиров и солдатов. Каждого, кто причастен к этой чудовищной агрессии. С начала полномасштабного вторжения почти 9 миллионов украинцев были вынуждены выехать в страны Евросоюза. Две трети из них остаются там и сегодня. Для украинских беженцев создан ряд программ помощи, как на локальном, так и на общеевропейском уровне. Так, например, Еврокомиссия разработала специальные универсальные рекомендации для учителей. Они помогут создать комфортные условия для образования украинских детей.